Да, про мышцы и жир очень интересно. Те, кто не ест, из чего складывается их жир и мышцы? Те, кто не ест, из чего складывается жир и мышцы? Во-первых, мышцы, я еще раз повторюсь, что это волокнистая часть. Ее, как правило, и не видно, они как бы не рельефные мышцы. Это первое. Во-вторых, белок, 80% белка, я уже говорила, оно у нас синтезируется в голове, не в еде, в голове. Жир, когда человек не ест, это больше не жир, это больше водянистая основа тела, она возникает по разным причинам. Когда человек на себя берет большую нагрузку, эмоциональную, физическую, неважно какую, тогда организм старается это все вывести наружу, а чтобы ему вывести, он через поры максимально берет влагу из пространства, не обязательно ее пить. Из пространства берет влагу, потому что у нас в воздухе примерно 68% влажности, ну, 60%, да, а если где-то морские города, то там до 84% влаги. Вот в Сочи, например, это, получается, тропический город, занесен в книгу рекордов Гиннеса, что в России единственный город с тропическим климатом, с субтропическим климатом, а здесь 84% влажности. 84, ребят. То есть как только вы понервничали, если вы не на еде, например, как только вы понервничали, как только у вас произошел какое-то непривычное состояние, неважно, там, зашли в голод, вышли из голода, понервничали, там, что-то еще, у вас организм может набрать в раз жидкости через тело до 5 килограмм за один раз.